Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем 16 главу. 15 глава закончилась тем, что Соломон говорил о египтянах, как и язычниках, и о том, какие казни их постигли, в то время как они не отпускали народ во главе с Моисеем. И вот 16 глава начинается с этого же. «Посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Вместо того наказания ты благодетельствовал народу твоему. В удовлетворении прихоти их ты приготовил им в насыщение необычайную пищу – перепелов. Дабы те, мучимые голодом, по отвратительному виду насланных гадов, отказывали и необходимому позыву на пищу. А эти, кратковременно претерпев недостаток, вкусили необычайные пищи». То есть на египтянах были насылаемы разного рода животные. Соломон в 15 главе пишет, что они отвратительны даже внешне. Сам их внешний вид должен уже вселять некоторое ощущение недовольства. В то же время для иудеев, которые, хотя и претерпевали некоторые испытания, находились под водительством Божиим, Бог приготовил пищу. В данном случае он напоминает перепелов, которые чудесным образом налетели на них, и они стали их ловить и таким образом насытились. «Ибо тех притеснителей должен был постигнуть неотвратимый недостаток, а этим только нужно было показать, как мучились враги их. И тогда, как постигла их ужасная ярость зверей, и они были истребляемы угрызениями коварных змеев, гнев твой не продолжился до конца». Мы видим, что каждый народ в свою меру получает от Бога некоторое вразумление. С одной стороны, у притеснителей был неотвратимый недостаток, и иудеи, видя этот недостаток, и тот факт, что у них были перепела, и потом была манна, поддерживал их. То есть они должны были что почувствовать? Что Бог за них, что Он поборает за них. Но в то же время, и о них самих пишется, что у них было свое вразумление. Соломон пишет, «Они были истребляемы угрызениями коварных змеев, но гнев твой не продолжился до конца. Они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона твоего. Ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою спасителем всех». Мы помним, что в книге «Исход» описывается, как на израильтян во время их путешествия было нападение змей, и как многие погибали. И тогда Бог сказал Моисею сделать крест, на него повесить змея медного. И от взгляда на этого самого змея люди выздоравливали или вообще не подвергались опасности. И Моисей говорит, что проблема эта возникла в связи с тем, что они должны были вспомнить заповеди закона Божьего. То есть они получили закон, но, по всей видимости, традиции обычной греховной жизни, жизни в Египте, они иногда возникали, иногда вспоминались, и люди могли вести себя по-разному, могли возвращаться к каким-то прежним грехам. И тогда тех, кого Бог вывел из Египта, кого Он спасал от казни египетских, кого Он кормил в пустыне, кому Он давал воду тогда, когда это было нужно, этих же самых людей тоже постигает казнь. Вот они их начинают кусать змеи, они начинают погибать. Соломон говорит, этот гнев твой не продолжился до конца. То есть речь не шла об истреблении народа. Они получили знамение для того, чтобы вспомнить заповеди твои. И когда они смотрели на этого змея, исцелялись они не змеем. Вот он подчеркивает, да, исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех. То есть это тоже было важно. И я думаю, что, ну мы не знаем этого, да, Моисей этого никак не комментирует в своих книгах. Но я думаю, что какое-то устное такое указание, разъяснение в любом случае должно было существовать, чтобы не возникло почитание этого самого змея. Потому что, когда Бог вывел евреев из Египта, Он специально дал множество заповедей, которые запрещали почитание, поклонение всякого рода рукотворным изображениям животных. И змей, конечно, был одним из таких животных. Его нельзя было изображать, нельзя было ему поклоняться. Поэтому, учитывая вот эту заповедь, естественно, евреи должны были понимать, что спасает их не этот медный змей, а спасает их Бог, который это повелел, да, и который проявлял в данном случае свою милость. Далее. И этим ты показал врагам нашим, что ты избавляющий от всякого зла, ибо их убивали уязвление саранчи и мух, и не нашлось врачества для души их, потому что они достойны были мучения от сих. А сынов твоих не одолели из оба ядовитых змеев, ибо милость твоя пришла на помощь и исцеляла их. Хотя они и были уязвляемы в напоминании им слов твоих, но скоро были и исцеляемы, дабы, впав в глубокое забвение о них, не лишились твоего благодеяния. Видим, да, что он опять сравнивает, он все время в этих главах сравнивает язычников и почитателей истинного Бога. В данном случае сравнивает, что вот были казни в Египте, и люди ничего не могли с ними сделать, просто не находились им никакого средства к спасению. И в то же время были иудеи в пустыне, и у них и средств никаких не было, и они были народом мало, я думаю, образованным в смысле медицины в то время. И, в общем, понадеяться на свои силы они никак не могли, это было важно. В общем, Бог вывел евреев из Египта, и Он постоянно показывает им, что надеяться на свои силы они не могут, просто не на что надеяться. Перевод через Черное море, Красное море, да, вода, там, манна и все прочее, это все подавалось в виде чуда. И даже потом, то, как они взяли Ерехон, то, как они вошли в Святую Землю, все это было чудесами. То есть Бог все время им свидетельствовал, что сами они не способны победить все обстоятельства этой же, вот, той ситуации, в которой они оказались. Бог их ведет. И вот Соломон, собственно, об этом и пишет. «Хотя и уязвляемы были в напоминании им слов твоих, но скоро были исцеляемы». И вот дальше интересно. «Дабы, впав в глубокое забвение оных», чего оных, то есть слов твоих, то есть они впали в глубокое забвение, они только-только получили заповеди, когда вышли из Египта, у горы Синай, да, и уже впали в глубокое забвение. То есть когда они были под впечатлением перехода через море, спасения от египтян, и Бог говорит им с Синайя, что вот если вы будете слушать слов моих и будете соблюдать заповеди мои, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. И они говорят, да, да, мы согласны, потому что это было не насильственное заключение завета, это очень важно, что Бог говорит Моисея, он спрашивает через Моисея народ, и народ имел возможность отказаться, и имел возможность согласиться. Народ соглашается, и проходит незначительное время, и люди впадают в глубокое забвение этих самых заповедей. Настолько они были для них незнакомы, может быть, даже местами внутренне чуждыми, и напротив, для них чем-то своим были заповеди египетские, к которым они привыкли, они 400 лет жили в Египте, эти нормы, какие-нибудь языческого поведения, они просто вошли в плоть и кровь народа. И для того, чтобы их место заняли заповеди Божии, должно было пройти не только много времени, им необходимо было приложить достаточное количество усилий, для того, чтобы воспитать свое сердце в новом ключе. Далее Соломон пишет, дождями, градами и неотвратимыми бурями и истребляемой огнем. Вот здесь есть интересный момент, он пишет, что когда человек наказывает, он наказывает это просто другого человека, наказывает просто из злобы, из ненависти, желая устрашить других, потому что больше ничего сделать он не может, он не может вернуть человека к жизни, он не может дать человеку второй шанс, не может, то есть цель человека в гневе просто наказать другого. И в свою очередь Бог совершенно иначе действует. Ты имеешь власть жизни и смерти, и не сводишь до врат ада и возводишь. И здесь такое явное пророчество о будущем, когда Бог, имеющий власть жизни и смерти, сам снизошел до врат ада и даже взломал эти ворота и потом вывел людей, которые были в том числе и погибших в потопе. Мы можем здесь вспомнить комментарии апостола Петра на эту историю, когда он говорит, что Христос сошел в преисподние земли благоествовать тем, кто при Ное проявили непокорство. И вот в том числе и их, да, он приходит. Мы видим на иконе Воскресения Христова, сошествие в ад, точнее, да, мы видим, как он выводит людей из ада. И вот Бог, в отличие от человека, способен наказывать не просто ради того, чтобы убить, сделать больно, уничтожить, устрашить кого-то, да, он способен наказывать для того, чтобы выразумлять. Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающее, ибо сам мир есть поборник за праведных. Иногда пламя укращалось, чтобы не сжечь животных, посланных на нечестивых, и чтобы они, видя это, познали, что преследуются судом Божиим. А иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведение земли неправедной. Здесь в этих трех стихах с 17 по 19 описываются некоторые истории, параллели, которым мы не находим в, собственно, Ветхом Завете, в книге «Исход», да, какие-то такие чудеса, когда стихии земные смешивались, когда огонь горел в воде, когда пламя укращалось, чтобы не сжечь животных, а иногда жег даже в среде воды огонь и жег сильнее, дабы истребить произведение земли неправедной. То есть были какие-то катаклизмы явные, которые они к чему все должны были привести? Чтобы они, эти самые нечестивые египтяне, видя это, познали, что преследуются судом Божиим. То есть опять наказание, да, наказание Божие, не совершается просто ради боли человека. Здесь мы можем увидеть в 17 стихе, как Соломон говорит, что и мир, собственно, был возмущен тем, что люди грешили, и подчеркивает, да, ибо сам мир есть поборник за праведных. То есть сам мир как будто бы восставал на египтян, когда они вели себя нечестиво, когда они гнали и всячески преследовали народ Божий. И вот Господь таким образом действовал и через мир, и действовал самостоятельно, потому что они должны были понять, египтяне, что преследуются судом Божиим. И опять же интересный такой момент, 19 стих. «Иногда и среди воды жгло сильнее огня, дабы истребить произведения земли неправедной». То есть опять Бог скорее истребляет произведения земли неправедной. Это идолы разного рода, может быть, какие-то магические предметы, культа, там ложные всякие языческие храмы и так далее. Но не, собственно, людей, которые должны иметь возможность покаяться. «Вместо того народ твой ты питал пищей ангельской и послал им, не трудящимся с неба, готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого». Речью, это Манни, конечно, да? Интересно, что она действительно имела вкус для каждого приятный, свой, то, что нравилось человеку. «Ибо свойство пищи твоей показывало твою любовь к детям, и в удовлетворение желания вкушающего изменялось по вкусу каждого. А снег и лед выдерживали огонь и не таяли, дабы они знали, что огонь, горящий в граде и блистающий в дождях, истреблял плоды врагов. Но тот же огонь, дабы напитались праведны, терял свою силу. «Ибо тварь, служа тебе, Творцу, устремляется к наказанию нечестивых и утихает для благодеяния верующим тебя». «Посему и тогда она, изменяясь во все, повиновалась твоей благодати, питающей всех по желанию и нуждающихся, дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово твое сохраняет верующих в тебя». Здесь характерное для Соломона, для его писаний, изображение Бога, как того, кто карает посредством разных сил, карает грешников и поддерживает праведника, направляет его, питает его всячески. Конечно, в известной степени книга Иова и некоторые другие произведения Ветхого и Нового Завета корректируют эту точку зрения, этот подход, потому что он выглядит достаточно прямолинейным, так, чтобы возникает искушение выстраивать с Богом такие чуть ли не торговые отношения, в которых ты хорошо себя ведешь, и тебя не наказывают, да, и напротив, если ты ведешь себя плохо, тебя наказывают. Но мы понимаем, что вот для человека, для самого человека, может быть совершенно не очевидно, почему он переживает те или иные испытания. Он может их переживать, потому что он действительно вразумляется, но, может быть, он вел вполне благочестивую жизнь и ничего такого не делал, чтобы переживать какие-то испытания, и все же он их, бывает, переживает. Поэтому, да, действительно, Соломон в Ветхом Завете такую логику постоянно высказывает, особенно если взять, например, книгу притчей Соломона, которую мы читаем Великим постом, там очень часто все довольно просто. Хороший человек награждается, плохой человек наказывается. Все же мы знаем, что, и из самого писания, и из других книг знаем, что все бывает несколько сложнее. Далее. Ибо неповреждаемое огнем, будучи согреваемо слабым солнечным лучом, тотчас растаивало, дабы известно было, что должно предупреждать Солнце благодарением тебе и обращаться к тебе на восток света. Ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода. И здесь снова есть явная перепличка с тем текстом, который мы знаем в книге Исход, что манна, ну вот как здесь автор пишет, неповреждаемое огнем, при этом таяла от солнечных лучей. Так что люди должны были понять, что это не нечто раз и навсегда данное, это то, что дал Господь. И она чудесным образом зависит не от просто обстоятельств внешнего мира, но от его воли. Поэтому и говорится здесь, что надежда неблагодарного растает, как зимний иней. Если ты не благодаришь Бога, если ты не собираешь ее вовремя, то манна исчезает и выльется, как негодная вода. И действительно, когда люди пытались запасти эту манну, надеясь на нее, на ее количество, а не на Бога, который говорил, что каждый день он будет эту манну посылать новую, и не надо запасаться, кроме пятницы, для того, чтобы не работать в субботу. Иудеи не должны были в другие дни запасать манну. И она просто пропадала. Вот там есть история, как люди пытались набирать для себя эту самую манну впрок, и в ней заводились черви, и она начинала смердеть. То есть, надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода. Что значит надежда неблагодарного? Надежда неблагодарного — это ощущение человека, что, в общем-то, дело было не в Боге, что дело было в каких-то внешних вещах, вещах материальных, законах природы, еще чем-то. И что, в принципе, не Бог поддержал, не Бог помог. А он так, может быть, и вообще не имел к этому никакого отношения. Да, а может быть, имел, не знаем точно. И человек начинает так рассуждать, и вообще отказывается от того, чтобы Бога благодарить. И, конечно, речь здесь идет не только о событиях книги «Исход». Речь идет вообще и о нашей жизни, конечно. Человек, который не надеется на Бога, надеется на собственные силы, уверен, что у него все и так получится, что он знает все законы мироздания, что он может опереться на материальное, да, он в итоге проигрывает. И Соломон так и говорит. Надежда такого человека тает, как зимний иней. Либо планы его портятся и выливается все это, как негодная вода. И, конечно, нам, дорогие братья и сестры, обратившись к этой главе, тоже нужно учиться надежде на Бога. И помнить, что все, на что мы надеемся, все, к чему мы стремимся, так или иначе необходимо делать в сработничестве с Богом, с надеждой на Его помощь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова